Каждую среду в студии телеканала Самары ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Продолжается избирательная кампания по выборам президента России. Кто участвует в процессе контроля за ходом выборов на территории Самарской губернии? Как построен общественный контроль за процессом голосования? В нашей студии Виктор Полянский, профессор завкафедрой государственного и административного права Самарского университета, сопредседатель регионального общественного штаба по независимому наблюдению за выборами президента России. Виктор Владимирович, рад вас видеть. Спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. Добрый день. Ну и давайте, знаете, вот начнем, наверное, как раз об самом общественном наблюдении. Вот какая миссия у наблюдения, какая миссия у штаба? Для того, чтобы понять эту миссию, надо остановиться на одной из проблем, которая сейчас характерна для политических процессов у нас в России, да и в рамках геополитических контактов, связей России с другими государствами. Известно, что Россия всегда была объектом, оказывается, не очень добросовестных притязаний и интересов со стороны наших так называемых партнеров. Именно так в течение длительного времени, нескольких десятилетий, мы называли государства, которые стремились, с одной стороны, быть с нами в контакте, с другой стороны, и этот контакт они превращали, собственно, в определенный элемент подчинения своим интересам России, как явление геополитического. И инструменты такого подчинения были сформированы очень давно, и даже в советский период мы испытывали эти инструменты и влияние их на нашу политическую жизнь. Но и в постсоветский период особенно лукавство, лицемерие и использование средств, которые можно откровенно называть недобросовестными и аморальными, использовались в отношении России уже начиная с 80-х годов практически открыто. И сейчас выложенные уже в публичное пространство некоторые сведения говорят о том, что это был даже не просто лукавство, но чистейший обман и ложь. И ложь эта включала, например, влияние на умы сознаний наших граждан. Ведь известно, что на Западе их теоретики и практики разрушения цивилизаций, которые не нравились, например, так называемому коллективному, объединенному Западу, они были направлены на то, чтобы не военными даже способами. После Второй мировой войны они открыто об этом говорили, что мы не сможем вооруженным путем поменять СССР, тогда Россией тоже называли, только лишь через разложение, разрушение внутренней консолидации, солидарности, которая существовала у российского народа в рамках всего Союза СССР. Они этого добивались и добились. Одним из таких вот инструментов разрушения нашей консолидации, разрушения СССР как крупнейшего в мире государства, был, например, способ влияния на политическое сознание наших граждан, на отношение наших граждан к той власти, которая формировалась в СССР, а потом уже в России. Причем не сразу заговорили даже об этом открыто, но несколько, может быть, около двух десятков лет стали говорить о нелегитимности государственной власти у нас в России. При этом основная часть нашего населения не знает разницы между легитимностью и легальностью. Они умышленно уходили от понятия законность, легальность власти и использовали один из вариантов перевода легис, лекс и так далее как легитимность. Что это означает в современном уже истолковании и на Западе, да и у нас? Это означает, что это доверие народа к публичной власти. И неважно, есть какие-то показатели, нет ли, но вот есть такая абстракция. Доверие, как выражается, в чем, непонятно, неизвестно, но нам поясняли, что это вот то, что сам народ принимает, вот значит, это власть легитимна. Но, а как может быть власть легитимна, если имеет место нарушений на выборах? Причем выборы были выбраны, извините за тавтологию, в качестве основного объекта нападок и критики и такого разрушительного влияния на организацию выборов и так далее. Почему? А потому что нигде в мире, в принципе, никаких объективных критериев легитимности власти нет. Определяют это, исходя из представлений о том, что есть власть, как она соотносится с народом, через абстрактные и довольно-таки неопределенные принципы демократии. И кто это определяет, ну, по крайней мере, для России. Мы были лишены, собственно, своих возможностей определять, что это демократично нет ли, легитимно нет ли. А только лишь Запад. Вот этот просвещенный, демократичный и образец для подражания, ну, например, те же Соединенные Штаты Америки. Вот то, что они говорят, это и будет легитимно. Создавались различные структуры, где, например, в рамках европейского континента, которая наблюдала и наблюдать пытается, а чаще всего даже активно, негативно влияли на ход избирательных кампаний. Это даже отдельные наблюдатели отдельных, теперь мы так говорим, недружественных государств, которые приезжали к нам в Россию и наблюдали за ходом голосования. Здесь они давали интервью, что все нормально, когда они уезжали к себе в государство свое, которое их командировали, они говорили совершенно противоположное. Просто вообще, на самом деле, это как-то, ну, мягко говоря, непорядочно выглядит. Когда это получается в лицо человеку, ты говоришь одно, а за спиной у человека, если переводиться вот на взаимоотношения личности, а за спиной у человека, ты говоришь совсем другое. Ну, это подло, в общем, если откровенно. Вы знаете, дело в том, что для политиков, а особенно на Западе, это не является подлостью. У них другие представления о ценностях. Другие критерии, в целом, что хорошо, что плохо. И вот известный факт, когда заключили Минские соглашения по поводу возможного урегулирования проблем, связанных с Украиной, что не так давно заявили, и известная Ангела Меркель, бывшая канцлер ФРГ, что никто и не собирался исполнять эти соглашения. Это вот абсолютная характеристика. Ну да, так же, как обещали НАТО, не расширять, и при этом выяснилось, что раз вы не подписали документы, то, извините, мы вас обманем. Да, вот для них честь – это пустой звук. Достоинство – то же самое. Для них важен интерес. Честное слово, как бы, это тоже такого понятия нет. Если вот в России в свое время слово купца было дороже всего, слово только. Просто слово. Без всяких письменных соглашений, договоров. Дороже всего. Это ментальность российская, всего российского народа, который в свое время впитывал все самое лучшее, то, что обеспечивало сохранение сообщества российского, вот эту вот, так называемую, соборность. И это тоже не пустые звуки. Ментальность, которая сформировалась у нас в России, она для них, для европейцев, американцев, а они, establishment – это европейцы те же самые, только переселившиеся на этот континент, которые тут же стали уничтожать коренное население. Это к вопросу о основе формирования их нравственности, политической, в том числе и политического направления деятельности. Все это о многом говорит. Но мы сейчас находимся на том этапе, когда обладаем такими специальными политическими ресурсами, инструментами, которые позволяют нам всесторонне контролировать политический процесс, каковым является избирательный процесс. Это вы сейчас как раз говорите об общественном наблюдении. О том вопросе, о котором начали. Но почему нам нужно это было, общественное наблюдение? Оно, кстати, не только лишь с 2018 года, когда избирали президента, и оно было и раньше общественного наблюдения, только в других формах. Ну, например, еще с начала десятых годов мы проводили общественный контроль, общественная палата Самарской области через ресурс общественного комитета за честные выборы. Мы получали статус представителей СМИ, закон это все допускал, и мы посещали избирательные участки, видели, как идет процесс голосования, и могли оценить с точки зрения закона и добросовестности весь ход проведения голосования. И это тоже только в период голосования. Кстати, точно так же, как и сейчас, именно общественное наблюдение на период голосования. Но поменялось законодательство, мы многому научились, и сейчас в законодательстве о выборах во всех законах, начиная с федерального закона об общих принципах организации голосования и так далее, защите прав избирательных и так далее. И мы сейчас имеем возможность наряду с партийными наблюдателями, от кандидатов, общественники, участвовать в наблюдении за ходом голосования. Мы не заинтересованы в каких-либо корпоративных подходах при оценке этого голосования. У нас нет своего личного интереса, но в том смысле нет личного интереса, который бы активно проявлялся. Законодательство установило некоторые ограничения для включения в пул избирателей тех лиц, которые связаны с публичной властью, государственной, местной, сомправлением и должностной лицей. Членами партиями вы не можете быть? Вы знаете, могут быть. Дело в том, что закон не запрещает и членам партии быть наблюдателями. Общественными наблюдателями. Общественными наблюдателями. Тогда вопрос у меня возникает. А пределы участия общественных наблюдателей какие? Особенно при определенных действиях избирателей. Где, так сказать, границы-то? Красные линии, как сейчас модно говорить. Вы знаете, красные линии установлены только законом. Это не то, что политически сформулированное. Ну и еще это человеческие качества, добросовестность наблюдателей и ответственность за результат, который должен отвечать именно законности и добросовестности. Это вот так только можно определить. Никаких красных линий, которые политически сформулированы, нет. Наши наблюдатели имеют право агитации, кстати. Это вот права и обязанности какие? Но не за кандидатов от каких-либо партий, самовыдвиженцев и так далее. А у нас сейчас на выборах есть самовыдвиженец один. Это действующий президент. Они не могут агитировать за кандидатов. Потому что они высказались относительно своей нейтральной позиции, вступив в ряды общественных наблюдателей. А сейчас принимается уже решение в отношении тех, кто будет наблюдателями. И вот эти вот лица, они могут агитировать, например, как я это делаю, за то, чтобы наши избиратели активно, и я бы считал, в полном составе пришли, проголосовали в течение трех дней. А где-то это и досрочное голосование, как на подъеме удаленных местах. Вы можете агитировать за активное участие в избирательном процессе. А почему вы считаете, кстати, это важно, если не секрет? Вот для вас, как для ученого, правоведа, человека с большим жизненным опытом. Вот возвращусь опять же к той же легитимности. У нас нет никаких других способов определить, как народ относится к власти. И если наш народ будет голосовать в лице избирателей, имеется в виду так называемый избирательный корпус, они придут, образно говоря, пока 100%, и каждый выскажется, у нас сейчас есть там 4 кандидата, то, высказавшись на голосовании, наш народ, по сути дела, в таком обобщенном виде определит легальность и легитимность, самое главное, легитимность этой власти. Почему? Потому что легитимность выборов ведет к легитимности власти. И тот кандидат, который получит большинство голосов, ну у нас относительное там, большинство, допустим, или еще какое-то будет, неважно даже, большинство голосов, он получит его от всего избирательного корпуса, который и представляет интересы нашего народа. Ну, несовершеннолетние в силу особенностей своего статуса, несовершеннолетних, ну и те, кто находится в местах лишения свободы по приговору суда, и те, кто еще по болезни не могут выявить свою, проявить даже свою волю. А все остальное, что бы нам ни говорили, какие-то оценочные суждения западных друзей, противников и так далее, они ведь для нашей внутренней системы политической, и в том числе избирательной, не имеют существенного значения. Да, конечно, потому что это наша внутренняя система. Здесь коренное слово-то внутреннее. Да, я... Понимаете, в чем дело? Я бы тут сказал, что за многие уже десятилетия, ну, три с лишним десятилетия, да, начиная с середины 80-х годов, нас учили жить чужим умом. И был, например, такой представитель, известный сейчас, даже, может быть, не буду называть его фамилии, чтобы никаких ассоциаций ни у кого не возникало, будучи депутатом народным, еще народным депутатом, съезда народных депутатов, он вставал и всегда призывал голосовать за ту идею, которая, с его точки зрения, считалась правильной. Он апеллировал, знаете, к какому принципу? Весь мир живет таким образом, мы тоже должны, вот смысл такой, весь мир. Ну, а я, как преподаватель по конституционному государственному праву зарубежных стран в тот период, знал, что в мире огромное количество разнообразных практик, голосования, законодательного регулирования... И они далеко не идеальны, мягко говоря. И они не только не идеальны, они даже порочны. И вот недавнее голосование, три года назад почти, да, в Соединенных Штатах Америки на выборах президента, оно доказало, что вот там тоже практика... Ну, конечно, письма, которые выброшены в урну... Это не просто письма, это бюллетени в конвертах. Бюллетени в конвертах, которые выброшены в урну. Да, они избрали такую форму голосования, которая фактически была не подконтрольна никому, кроме как почтовым работникам или заинтересованным руководителям, которые могли иметь доступ к почтовой этой службе. И что, мы должны были бы тоже все это делать? Нет, конечно. Поэтому вот мы жили, жили, и нам все время говорили, вот так делать, вот это делать, вот Венецианская комиссия к правам человека через демократию, если в переводе называется, да, вот что она скажет, то и будем делать и прочее. Я не против разного рода форм взаимодействия с иностранными государствами, с теми идеями, которые они предлагают нам для того, чтобы их оценить. Но мы должны научиться жить собственным умом. Я вот обращусь здесь, знаете, к Аммануилу Канту. Он в свое время написал небольшую работу, там типа брошюрки статьи, которая называется «Просвещение». Это еще в 1784 году. И он там в одном из пассажей таким образом обратился к населению, к тем, кто читает его работы, и к людям, которые должны что-то делать сами и взрослить. Вот он говорил о том, что там общество пребывает в состоянии несовершеннолетия по собственной вине, никак не хочет принимать собственные решения, а следует навязываемым или предлагаемым различного рода вариантам поведения. Он использовал всего два слова латинских – «сапере ауде». Как это звучит в переводе самого Канта? Это звучит так, что «имей мужество пользоваться собственным умом». Хорошо. В настоящее время… Это вообще в жизни полезно. Да, это полезно в обыденной жизни, а в политической особенно. И вот с некоторых пор мы уже не только по сути, но и по форме стали пользоваться своим умом. И сопротивляемся, навязываем нам идеологии, практики, политической особенно, которая льется на нас, как из помойного ведра со стороны объединенного этого Запада и так далее. Можно меня не понимать, не принимать мою позицию, но это же так. Я вот только вы привели с письмами, так называемыми этими бюллетенями в почтовых конвертах. Я вам привел то, что сказала Ангела Меркель. Мы ее должны за это поблагодарить, потому что она изнутри нам всем, и в том числе своим же соратникам, сказала. Мы же лжем. Поэтому что тут, мол, спрашивать тогда с Россией? А вот в данном случае получается, что где-то, когда пришел к власти реальный Владимир Владимирович Путин, то он уже формально в 2007 году на Мюнслинской конференции по безопасности, вот она только что недавно закончилась, такая же конференция ежегодная, он там заявил о том, что у России, у российского народа есть собственные интересы, у нас есть собственный суверенитет, и мы будем его защищать. Ну вот с тех пор он стал персоной Нонграта в западных... Тогда все и началось. Да, элитарных так называемых управленческих кругах. Но на самом деле с этого времени мы можем вести отчет самостоятельной политики. Какая она там успешна, неуспешна, это наше внутреннее дело. Но мы не должны оценивать эту политику через призму взгляда со стороны, как они это делают. Там свой интерес. И у них же есть расхожая фраза. Это бизнес, ничего кроме бизнеса. И в политике они поступают точно так же. И вот почему нам нужны и общественные наблюдатели еще? Потому что в сознании народа, и это правильное понимание, представители партии и кандидатов отдельных, как наблюдатели, они по закону имеются. Они все равно заинтересованы в результате для своих кандидатов. Общественные наблюдатели не заинтересованы в этом, что свой кандидат у них для этих политических целей и политической реализации в данном случае гражданина как избирателя, они здесь не существуют. Он действует в общих интересах, чтобы наш народ имел возможность полноценно, свободно выразить свою волю, без всякого давления, понукания и так далее. И для этого создаются соответствующие гарантии, в том числе и для общественных наблюдателей. Я вот предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он как раз касается вот этого процесса, скажем так, ну в хорошем смысле слова, агитации и общения с избирателями, сотрудников общественного штаба. Адресное информирование жителей о предстоящих выборах президента России продолжается. Представители участковых избирательных комиссий отвечают на все вопросы, интересующие граждан. Как отдать свой голос по месту нахождения? Такой вопрос возник у Лилии Юсуповой. Она уедет в командировку в Москву и в дни выборов не сможет прийти в избирательный пункт, к которому прикреплена по месту прописки. Обходчики объяснили Лилии, как ей принять участие в выборах в этом случае. Это очень удобно, потому что я могу проголосовать в любой части нашей Родины. Независимо от того, буду я в Владивостоке или буду в Калининграде. Я считаю, что это прекрасная возможность для того, чтобы отдать свой голос за того кандидата, кого люди посчитают себе нужным. Удобный избирательный пункт можно выбрать заранее. Заявление о включении в список избирателей по местонахождению можно подать на сайте госуслуг или в приложении до 11 марта. С 6 марта это можно будет сделать лично. Что проголосовать на дому знают все. А вот то, что можно прикрепиться по местонахождению, где удобно проголосовать, люди с интересом про это слушали. И некоторые даже огорчались, что уезжают из города и не могут проголосовать. Оказывается, это без проблем. В специальном приложении обходчики отмечают квартиры, в которых побывали. Если жителей не оказалось дома, представители избирательной комиссии оставляют на ручке двери табличку с QR-кодом, перейдя по которому можно узнать все сведения о выборах. Виктор Владимирович, на ваш взгляд, насколько эффективен этот поквартирный обход с точки зрения и агитационной работы, ну и вообще привлечения людей на выборы? Опять же, если об агитации, чтобы не было здесь каких-то непониманий и неясностей, скажу, что они, обходчики, как вы говорите, информаторы, фактически, они занимаются агитацией только лишь с точки зрения привлечения избирателей на голосование. Еще раз подчеркнем, да, конечно, на голосование. Но не за кандидата. Нет, нет, это однозначно. Это хорошо. Здесь только прийти на выборы. Это хорошо. И я, например, считаю, что с политической точки зрения, социальной, да и нравственной, это лучший способ для того, чтобы мобилизовать наших граждан для голосования на выборах. И неважно, президента, сельского депутата по небольшому округу, где, может быть, избиратели всего там 100 человек, да, это нужно делать, поскольку, все-таки за вот эти вот последние три с половиной десятилетия наши избиратели были оставлены без должного внимания, без, возможно, соответствующего просвещения о значимости голосования. Почему? Голосование – это способ формирования публичной власти. А если наша публичная власть, государственная, самоуправленческая, определяет наше будущее, то это голосование за свое будущее. И очень важно, чтобы такое определение будущего не было отдано в руки кого-либо, в том числе даже и просто избирательных комиссий. Я поясню, в чем дело. Исхожу из презумпции, что все добросовестны. Но были факты, и не исключено, что когда-то они могут быть, когда были нарушения при голосовании. Почему? Да если у нас в списке, допустим, 100 человек, а голосуют 50, то 50-то строчек свободны. Может быть, у кого-то возникнет соблазн, к примеру, проголосовать за кого-то, кто не приходит, системно не приходит голосовать. А это тоже можно определить. Поэтому, чтобы сократить даже до минимума возможность манипуляций разных, это поле, да, именно поле, чтобы оно было засеяно избирателями, а не сорняками. Вот те, которые могут воспользоваться в неблаговидных целях. Это первое. Во-вторых, для того, чтобы наша власть была действительно легитимной, я уже здесь, может быть, повторяюсь, но должен сказать, мы должны выразить свое отношение к этой власти самим фактом прихода на голосование. И не случайно противники государственности призывают, бывает, не ходить на выборы и таким образом показать свою позицию. Но это не означает, что вы покажете свою позицию относительно власти. Да, это протест. Но он ведь не дает все равно результата. Власть-то все равно будет избрана, потому что по-другому и не может быть, поскольку законодательство сориентировано на то, чтобы власть была непрерывная и чтобы она от случайности не зависела. Ее существование как таковое. Это разумно. И тут никуда не уйдешь. А вот это вот надомное, так скажем, информирование, или это называется поквартирный обход, и просто информирование участковыми избирательными комиссиями. Чем хороший такой способ? Это не кто-то пойдет от избирателей и так далее. А это люди государственные. Они являются членами избирательных комиссий, и они выполняют свою миссию на законных основаниях как представители тоже власти. И это государственные органы избирательной комиссии. Они даже не органы местного управления, они государственные органы. Они, обладая полномочиями, несут и ответственность за результаты реализации этих полномочий. Поэтому вот такой вот способ, на мой взгляд, очень хороший. И главное, прошлые такие вот выходы, они повысили явку. И вот если сейчас добросовестно наши члены участковой избирательной комиссии дойдут до каждого домовладения, ну там живут обычно несколько человек, и даже видите, они оставляют соответствующий знак того, что они приходили, и QR-код для того, чтобы можно было пройти, все посмотреть, как и что делать, когда голосование начинается, в какое время заканчивается, как можно пройти голосование где-то в другом месте, а не по месту регистрации. Все это можно увидеть. И вот это вот как раз будет способствовать как раз повышению явки на выборы. Я последовательно в своих взглядах на этот счет, более того, поскольку у нас были периоды, когда вообще там 10-15% входили голосовать на разных уровнях, ну президентские выборы всегда выше были. И на таком уровне, конечно, говорить о том, что народ определил, собственно, власть, сложно было, потому что, ну как народ, 15% участников от избирательного корпуса, это, конечно, неправильно. И мы несем граждане тоже свою ответственность за формирование институтов управления государством, местным самоуправлением. Там институт имеется в виду, конечно, представительные органы или там избираемые главы бывают администрации, бывают избираются представительные органы местного самоуправления, думы, советы и собрания представителей. Все это необходимо для того, чтобы народ как раз был погружен в процесс формирования той власти, которая и будет потом реагировать на запросы этого народа. У нас нет системы обязательных, например, наказов, которые бы давались гражданами во время встреч с кандидатами. Но кандидаты у нас, извините, не дураки. Они же должны заработать какое-то уважение со стороны избирателя, а это уважение будет выражено в голосовании за них. И они поэтому многие поручения такого рода, я скажу, что условные поручения, берут на вооружение и добиваются включения их в программы развития, например, местного самоуправления. Виктор Владимирович, к сожалению, время программы подошло к концу. Мне подсказывают большое спасибо за беседу, интересную, насыщенную. Все, что вы говорили, абсолютно справедливо и верно. Уверен, что мы с вами еще не один раз увидимся, потому что тема выборов важная. Ну и, собственно говоря, увидимся с вами и в этой студии, и, возможно, на избирательном участке. Спасибо. Спасибо. Я призываю всех прийти и проголосовать на выборах за своего кандидата. В нашей студии был Виктор Полянский, профессор завкафедры государственного и административного права Самарского университета, сопредседатель регионального общественного штаба по независимому наблюдению за выборами президента России. Приходите на выборы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин